итак ребят всем привет сегодня мы будем ходить по мертвой деревне зайдем сегодня за спиной есть дом который уже пустой пустой уже наверно в течение 10 лет будем ходить смотреть как у нас уходит в небытие прошлая жизнь заходим и смотрим дом у нас вскрытый тук-тук кто в доме живет кто в невысоком ух здесь уже полная разруха закроем дверцу здесь уже там рады побывали это твари жили здесь не так давно время у нас показывает 5 1 но печку разбомбили я просто из любопытства зашел в этот дом и посмотреть что у нас в нем конечно полазить здесь есть где много всего интересного здесь может быть как краем глаза сейчас глянем посмотрим что из вещей здесь интересное может быть так столба брякушек часы пакетик с какими-то ижутериями замки заколку кривием да походу кто-то в тропях убегал отсюда здесь вот вещи сложные в принципе аккуратно пакет с лекарствами так стол в принципе ничего интересного нету походу здесь бомжи кочевали или я не знаю такой хаос такой бардак до книга кошелек кошелек если там внутри не должно быть ничего потому что в первую очередь всегда смотрят кошельки так подсумок до телефона даже есть смотреть сумка пустая так можете под матрасом запихали ладно шмотки кругом шмотки ну здесь уже все изведали лекарства старенький телевизор но уже современной шиваки здесь все пусто ничего нету что у нас в шкафчиках одежда взрослая наверху что у нас наверху у нас ничего дом конечно уже кто-то приходовым картина фотография что ли нет дом уже хорошенечко обошли все здесь до нас кто-то фотография наверное все таки кто жил здесь да здесь уже варвар фикси альбомный старенький альбом куйбышев 1989 год свадьба какая лялька конечно для поиска местечко зачетное тем что полы здесь целые не как в предыдущем доме тут в принципе все вот вот так смотрите вещи все на месте офигеть действительно кто-то в тропях собирался сматывался отсюда конечно полазить бы здесь капитально да ничего здесь нет время дом пустой даже ничего интересного тут нету уже хорошенечко здесь полазили так что у нас тут а такое ощущение что здесь буквально лет 5 назад жили но потом быстренько отсюда почему-то срулили бросить все вещи абсолютно все кушечки цепочка цепочка ну это не серебро так ничего интересного нет здесь надо капитально если сюда братья-камрады не заскочат ближайшее время то можно в принципе летом сюда заехать и походить что-то насраживает прямо что-то по спине мурашки какие-то пробежали где-то что-то бумкнула что-то где-то шверкнула заскрепела застанала ух идет мурашки по спине пробежали так бывает что на печах можно что-то найти нет сверху у нас ничего нет вот такой маленький домик полазить здесь пошелушать как вы думаете стоит нет можно ли чем здесь интересного отыскать есть какие варианты предложения я вот не знаю стоит ли вообще что-то здесь смотреть и искать здесь нужно разбирать громить а мне этого не хочется так визуально вам показал что есть вот такие вот заброшки которые брошены так вот спонтанно собрались и уехали как в свое время там Чернобыль и все прочее сказали выезжать значит выезжать и люди собрались уехали ну вот в принципе когда последний раз здесь был печка здесь стояла но сейчас ее уже разбирают надеюсь это делают местные жители там я еще никогда не был что у нас тут мешки какие-то мешки с мусором что ли короче лабуды полно здесь уже полы смотрите повело опять непонятно чуть такой какой-то ящик или что-то такое а это он как-то перевернут ну да если здесь блуждать здесь большой объем работы все это вскрывать смотреть но повторюсь желания нету нету пока желания я вот люблю вот такие вот скопщи когда пубки и все прочее потому что бывает зачастую с этими пуговицами и монеты так что это такое так это походу от фотоаппарата что ли чехол чехол еще а нет это электробритва такая что-то походу здесь инвалид был потому что потому что вот этот костыль я уже не в первый раз вижу и там еще валяется так здесь какая-то надпись давайте прочитаем может быть дружба без любви но мелко та любовь в которой нет дружбы чуть не понятно ну мелко а понятно может быть дружба без любви но мелко та любовь в которой нет дружбы вот видно здесь молодежь местная развлекалась старенький рубанок книга какого года сказать не могу хотя можно сейчас посмотреть девяносто седьмой год вот смотрите целая от керосинки целые от керосинки стекло что у нас тут еще есть баночка баночка пустая нет здесь все убито нет нет еще раз нет покинем этот домик и зайдем в другой дабы их здесь много походить есть где так здесь какой-то сарайчик еще есть подвального типа так включим освещение и посмотрим что здесь у нас может быть ничего здесь нету ничего даже заходить не буду ладно уходим в другой дом ребята заходим мы и смотрим что у нас здесь в начале в начале и блин какая-то чугуняка вон там старое колесо и будем проходить уже в дом с собой я взял фонарь так что я думаю будет нормально все видно так что у нас тут здесь скотину держали может попозже зайдем туда так все заросло надеюсь замков нету если замки будут к сожалению мы сюда зайти не будем так ну замка здесь нету это радует дернет за веревочку и дверца откроется да а здесь скультурно полы все на месте так включаем фонарь и смотрим что здесь ну здесь походу вандалили все разбросано что аптечка старые здесь походу фотографии нету фотографии нету все фотки видите сняты так надо переключиться на другой режим фонаря и вот так вот лучше да так здесь у нас мясорубка о смотрите сколько челноков ух ты вот это да вот это удача смотрите сколько челноков рюмки 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 водка это что такое ух ты вот это вещи ребят такие вещи надо сохранять и я их с собой заберу но это попозже это попозже это да так что у нас наверху наверху ладно идем дальше что здесь у нас дюмоданы о это вот смотрите это вот как раз сюда шерсть наматывалась вот здесь вот классно так здесь у нас зерно должно быть тут тряпки старенький чемоданчик здесь тоже чемоданчик что внутри внутри посуда вот ступа представляете ступа для бабы-яги классные корзинки классные прям классно тяжелые какие корзинки то так тряпки нас не интересует ух ты блин смотри те ложки деревянные ничего себе зачетно так один на замке ребята на замке что он тяжелый что то есть внутри так пойдем пойдем в дом что в доме но домик интересный очень интересный очень интересный ох какой он красивый смотрите какой он красивый прям шикарный смотрите ух какие горшочки смотрите вообще обалдеть вообще здесь огонь классно старые фотографии вот такие старые старые там камрад что то уже ну не тронут здесь вообще я кафрада ох какой графинчик ребята ух ты класс красота классно так мародерить не будем все аккуратно красиво вскрывать будем ох тут вон чего вон чего как обычно чашечки в кружечке бросали чё здесь интересного нету дальше чё антидор чё электробритва электробритва что ли да электробритва интересненько их закрыто чё-то здесь у нас чё ничего ничего дальше чё у нас всё на место послужим потом всё на место аккуратненько всё аккуратненько так что здесь ох здесь приёмничек даже есть никакой сигнал 304 интересно рабочий нет красивый красивый к сожалению воду залитый да уж здесь что ничего тумбочка часы пластиковые интересно или нет часы смотрите приятненькие кварц но пластиковые так здесь у нас чак нитяга закрываем так ну по шмоткам не не интересует никогда что тут по шмоткам интересно я ищу предметы те которые можно будет потом с собой забрать и отдать в дар школу сегодня мы сдаем очередной раз исторические находки связанные с краем нахожусь я около своей школы в этой школе учится мой сын круглый отличник тянет на золотую медаль в этом году будет поступать и младший сын вот так что это я стараюсь именно для своих детей чтобы дети мои были по истории образованы честные и странно то что я его в свое время нашел тем предметам которые например я ищу большие вещи вот одна из моих сегодняшних экспонатов это у нас седло очень интересно то что она полом сборе все пряжки все ремешки вот такой вот хомут тоже интересно тем что все здесь настоящее все живое все кожные предметы на месте вот в эти в хлястики вставлялись у нас тяги ну по местным экспонатам в принципе вот так вот интересно в принципе и вот маслобойчика если вы узнаете как я его подымал с чердака с чердака старого дома вот она она теперь будет радовать глазки маленьких зрителей ладно поехали дальше ох смотрите здесь подпул подпул интересный подпул ага интересно мы туда обязательно спустимся спустимся что там может быть вот когда шурф видите центральная часть вот именно такая дымовая яма но к сожалению у нас там ничего нету ничего интересного визуально монет не видно ладно посмотрим что интересное будет включимся ребят тут еще один подпул что в нем может быть интересно вы будете первые за много лет кто здесь побывает но он такой же такого же характера как и в соседней комнате ничего интересного визуально я не вижу хотя вот от весов походу вот видите по моему весы или что это а это капкан ёпты это капкан причем капкан такой мощный на крыс больших сработал может быть кого то когда ты поймал пол так посмотрим что интересное дальше может быть грузи с собой потом надо будет все это так последний отрывной был 11 11 августа год 8 лет назад здесь последние были 8 лет назад мышки мышки орудуют а вот печечка похожая печка у мимо было моей бабушки здесь мы спали очень тепло было приятные детские воспоминания так а вот здесь вот в основном всегда в домах лесенке вот такие вот делают на чердак сейчас мы с вами туда залезем и посмотрим что у нас там будет надеюсь что интересненько так что не переключаемся и так ребята залезли вот на чердак посмотреть что интересно на чердаке и посмотрим может быть чем здесь интересно увидеть чердаке всегда нужно проверять какие-то здесь вот то ли древние протезы или же это для ремонта может быть здесь сапожник же так вон еще один элемент мумия кошки две печи но к сожалению чердачок пустой ничего здесь интересного нет ну всегда проверять нужно не поленитесь залезть и гляньте можете интересненько здесь и будет блин какая-то тварь то ли кошка то ли кто устроил себе здесь вот туалет приходит в туалет именно в одно место так вот эти вот места тоже надо осматривать вот эти вот ниши низины потому что сюда иногда могут ныкать всякие сабли винтовки штык-ножи были такие случаи на практике когда находили в этих низинок вдоль балок ладно к сожалению чердак оказался пустой так ребят попрощались мы с домом предыдущим сейчас направляемся еще один вот домик тоже заросший но местные жители сказали что дом хозяин вернее дома был скромно он пенсию не получал никогда ничего не покупал в общем скромненько он жил и мы сейчас зайдем включусь именно в доме вот вопрос как теперь туда пройти кусты как вы видите полем под самую крышу ладно включить в доме и так пробираемся в сквозь такую чаще здесь очередное колесо деревянное в кустах каждом доме так створки закрыты это означает что что хозяева возможно умершие до каруси там просто открыто до дом открытый ничего взламываем просто заходим и смотрим как жили так опа она вот это да целая нифига си вот это находка вот это я обязательно заберу так аккуратненько нельзя расколоть так мрак полный мрак сморить как тут включаем фонарь пилар дружба смотрите целый шматок алюминия алюминия так туда надо будет тоже посмотреть обязательно так ну здесь достаточно светло смотрите печка черная так красный угол о фотографии это интересно такие елочные игрушки жалко что разбита такие елочные игрушки для информации без хочу сказать что достаточно дорогие так что она здесь старые фотографии книжка что за книжка посмотрим год к сожалению года нету здесь тоже фотографии это военное время послевоенного так здесь на что удостоверение еще одна книжечка тоже удостоверение посмотрим что здесь у нас есть что интересное такой старинный тут еще горб такой тоже с бельем так подпол Русс открыл подпол здесь надо будет тоже позвонить интересно то что смотрите подпол с медной очередной красный угол так здесь у нас какая-то баночка ух смотрите там куча крестиков зачем они тут ничего себе спаси и сохрани похоже серебряный так дом такой знаете крепкий еще в нем еще можно жить прикольно прикольно часики здесь древненькие СЧЗ весь механизм металлический так еще одни часики а это полностью дерево грузики вот такие вот зеркала очень много зеркал здесь в этой деревне и не ну так ладно пойдем посмотрим еще что так ну что давайте пройдем туда вот блин полы ходуном ходят вообще Блин, здесь такая пыль вековая Ложки, ложки, ложки Серебра нету Такое ощущение, как будто здесь Век никто не жил Такой слой пыли Русь, Русь, ты что там делаешь? Что-то у него там запищало Ладно Пойдем дальше Итак, ребята, очередной чердак И очередная непонятная конструкция Что это такое? Какие-то ячейки Что за изделие, я даже не знаю Пишите в комментарии Что это такое? Интересные, любопытные вещи Там еще одна Ну, а в целом Чердак пустой Здесь вот древняя ножовка Потом еще вот такая вот Непонятная конструкция Тоже из дерева И кованое железо Что это? Пишите в комментарии Я не понимаю Так, вот еще графинчик Так что Очередной Пустой Чердак Ладно Пойдем дальше Искать Интересные видеосюжеты Ну что, ребята Еще один очередной домик Но на этот раз Мы С местным жителем Который Как бы Меня проведет Вот, смотрите Фотографии А это, между прочим Фотографии Вот я и говорю Смотрите Петлицы Вот они, петлицы Военного Это Еще до 31-го 40-х годов Петлицы Это, возможно, еще Времен революции Классно Вот так вот Не надо ничего Положи его Нет, я просто протереть хотела Чтоб, видать, лучше было Ты, наверное, должна знать, да Кто это? Нет? Не знаю? Нет, я 10 лет только здесь живу А вот еще внизу есть Смотри, маленькая коска Тоже петлицы А такие петлицы Если не ошибаюсь До 43-го года были Да, это до войны было Во время войны В 43-м году Перешли на погоны Ну-ка, давай-ка я Тоже, ребята, залезу Посмотрю, что там Фотографии Противства Очень много И я хочу У вас Показать Итак, ребят Ну, давайте Небольшую экскурсию Проведем Вот она сама Домовая яма Когда мы осуществляем Шурфы Первый штык лопаты Про который я вам Всегда говорю Вот он Этот штык лопаты Дальше Уже начинается Глубина Вот про это Я вам всегда толкую Ага, сейчас Посмотрим Так Красный угол Ребят, есть Давайте посмотрим На красный угол К сожалению Полов нету Здесь дернули И хотелось бы Показать, что здесь Блин, большая Давайте я Все равно Сниму И обратно покажу Но, к сожалению Она утрачена Ребята Смысл Трогать ее Больше Не надо Пусть Стоит На месте Так, здесь Святая вода Святая вода Фотография Ай-яй-яй Плохо видно Но некоторые Видно Довоенные Вот, например Вот эта тетя Вот Вот эта вот Фартуки Это До революции Я просто знаю Ага Ясно Так Будем Как альпинисты Вот по этим Вот Струбцинам Вот фотографии Видите В ЛН Тоже вот Да, вот фотографии Военные Это родители По бокам И сын В середине Да 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 Так Пойдем В соседнюю комнату Посмотрим Вот здесь Какие-то тоже Фотки есть Но плохо Видать А не маленькие Видишь Фотографии О, любопытно Я такое вообще В первый раз вижу Видите В центре Имеется зеркало А по бокам Фотографии Очень любопытно Первый раз Такое вижу Ну, деревня Чувашская Да, Лена? Да Здесь Здесь Свои Свои Обычаи Русская Печка Ну, она Укреснулася Вот Очередная Керосиночка Ребята Ну, керосинка Это уже Где-то Военного Время Ребята Я вот Не мародер Но вот Такие вещи Я беру Реставрирую И в школьные музеи А если вам надо Мне помогать Я беру То, что Не нужно Лена Нет Потому что Такие Такие вещи Нужно сохранять У нас не такая У нас Так вот И колба Стоит У нас Так вот Она Узенькая Любопытно Покажи Очень интересно Раньше же не было Как говорят Кухонного гарнитуры Вместо кухонного гарнитуры Раньше Что Вот Ну, да Да, да, да У нас будет Экскурсовод Который нам Покажет Именно По местным Традициям По обычаям Именно Чувашской Народности Смотрите Какая печь Это печь Тут и хлеб И пироги Раньше пекли И кушать варили Вот здесь Вот они даже Открываются Вот Я так понимаю Туда горшки Сували, да? Да Чугунные горшки Ухват Ну, хватит Да А здесь вот Кастрюли ставили И чугуны тоже ставили Вот маленькие Дырочки открываются Больша Ну, здесь уже Сували И еще больше открывается Вот Она еще больше идет Тоже так же варили Вот здесь вот Топили Там тоже вот Дровами вот это Топилось Угри вытаскивали Все Вот вытаскивали Пироги Сували Хлеб Сували Пекли Между прочим У Лены Очень вкусные Я прям Ура Вчера А вот книжки Какие-то старые Ну, они не старые Они советского времени Я предполагаю Даже 80-е года Первую страничку Открой Там Должно быть Написано Первую страницу Отдать И смотри 67-й год А здесь вот Книжек много Ладно Ну, посмотрим Ленка Посмотрим Мне вот Пока интересует Быть Ну, здесь Такси А забито Не видишь Там С улицы Наверное Зайти надо Так Еще один Еще один Красный угол А вот Здесь Наверное Материал А в основном Казанский Они бывают А у вас Здесь Чуваши Тожи Я не знаю Не могу Ничего сказать Ясно Ясно Ну, у тебя же есть Тоже дом Ну, у меня есть Красный угол Есть У меня Два Красного угол Где вот Сидим и кушаем И в саде Ясно У нас По именам Стоят Иконы Понятно Ладно В общем Дом Ребята Уже Как бы Промародерен И Быт К сожалению Как должно быть Я Не покажу Но до этого Я вам Демонстрировал Так что К сожалению Домик уже Насчет Находок Неинтересен Вот единственная Пока Любопытная Находка И я ее Заберу Хорош Хорош Лен Я тебе уже Третий Или четвертый Раз говорю Какой я тебе На вы Она рисованная Вообще Нет Я сам Художник Как бы Я знаю А Это Блин Такой Раньше Был формат Фотографий Это первые Пошли цветные Я Как-то Застал Было Такое Было 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 А очень Похоже Нарисованное Вот такая Вот Классная Тетя Здесь Жила Ладно Идем дальше Ребята Очередной домик Который нам Позволили Посмотреть Как внутри Раньше Было И с нами Все тот же Экскурсовод Лена Да В деревне Это нормально И С той стороны Кусты Здесь Все разоросшие В деревнях Упадок Работы Нету Здесь Они Только Занимаются Выращивают Картошку Вы знаете Сколько Здесь Картошка Стоит Они Гектарами Здесь Сажают И потом Картошку Продают Вынуждены Продавать Представляете Рубль За килограмм Вы представляете Рубль За килограмм Это вообще Смешно Сегодня Лена Обогатилась Нашла Покупателей Вот И У нее Такая выгода Здоровская Была По По Семь По По Десять Даже Представляете По Десять За килограмм Это Просто У них Праздник Так Здесь тоже Опал К сожалению Ребята К сожалению Все дома В плачевном виде И показать вам Практически Да Нечего Здесь Видите Все Завалилось Осталась Одна Русская Печь Здесь Кровать Даже Завалило Вот Красный угол Да Красный угол Красный угол Там Ничего Нету К сожалению Да Все Плачевное Стол Остался Здесь Вот Смотрите Это Задняя Часть Да Это Была Икона Видите Остался Небольшой Силуэт К сожалению Да Все На этом Ай Ай Да Простите Меня Господь За мою Неловкость Опа Вот Так Обрат Обрат Я что ты здесь нашла Для тебя Наверное Для меня Не знаю Посмотрим Нет Нет Такой Перья Все Печи Однотипные Да Это Русская Печь И Обычно Все дети Спали На печах Да Я помню Своей бабушке Тоже На печи Постоянно Так А вон там Керосинка Что Наверное Не знаю Или просто А Это просто Стекляшка От керосиночки Нет Стекляшка От керосиночки Вот Целая Тоже Между прочим Вещи Редки тем Что Целые Такая Стекляшечка Ну а так В целом К сожалению К сожалению Идет Сандарт Также Вот эти Открываются Вот Да И потому Что Печи Как говорится Готовили На деревнях Делали в основном Специалисты Один специалист На всю деревню И делали Однотипные дома Однотипные печи Потому что Печников Не было Не особо Много Было И этим делом Занимался В основном Один печник Так Ладно Что у нас тут еще Можно вашему вниманию Предоставить Да ничего Ребят Все Ничего интересного Больше нет Ну и Аккуратно На этом и все Ну и еще одна вещь Достойная вашему внимания Это вот Ручная работа Вырубали это все Топориками Смотрите Здесь какая-то даже Гравировка Гравировка Надпись 9 Это именно Хомуты На лошадок И вот еще один хомут Уже немножко Такого и выделки Более-менее Вот это вот Мягкое Чтобы Не натирало А внутри видите Солома Не знаю сколько лет Но Вещица довольно-таки Древняя Ладно Пойдем Найдем Спросим разрешение Может быть У других Каких-нибудь Жителей Заснять быт Чубашей В домике В котором мы были Вон он стоит И по задам По кустам Мы пробираемся К еще одному дому Тоже в плачевном виде Вот здесь У них гриба Между прочим Действующие И здесь Очень много Тон Картошки Окей Спасибо Лена говорит Что Будьте аккуратны Сейчас Пойдем Пойдем Посмотрим Ну тропинка Здесь натоптанная Значит Значит Сюда частенько Ходит Возможные Молодежь Вон очередная Ступа Ребята Здесь Столько Бабы Ёжик Было Это уже На сегодняшний день Третья По дороге Четвертая Четыре ступы Четыре бабы Беги Здесь Здесь было Так Мы пройдем Сразу В дом Ну Лен Сейчас Чуть позже О Здесь Здесь тоже Фотографии Детские Так 1974 Год Красный Угол Ух ты Смотрите Что я Нашел Опа Она Керосиночка Керосиночка Блин Ее Тоже Можно Прислабривать Давай Давай Я возьму Что у нас Здесь Еще А вот Смотри Старинный Гребень Таких Шаг Гребней Нет Расческа Расческа Гребень Но она Пластиковая Это Советское Время Ну А русский Крюч Так И Оставлюсь Ага Любопытно Так Ох Смотрите Лампадка Даже Есть Ничего Себе Лампадка И Ух ты Иконы Да Иконка Раз К сожалению Утрачено Утрачено К сожалению Ребята Так Иконка Вторая Тоже К сожалению Да С утратами Фонарик Я не взял Ребята И вам Вынимаю Их И показываю Еще Еще Одна Смотрите Я могу Посветить Телефоном Если хочешь Смотрите Какая Очень Странная Железо Это Железное Она Сверху Железо А внутри А внутри Бумага Бумага Я могу Сидеть Если Нужно Так На стол Тихо 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 Так Ладно Пойдемте Посмотрим Еще О Здесь тоже Красный угол Руки Пахнут Лампадкой Ну да Здесь Уже Все Прибираются К рукам Еще Один Красный Угол Ну да Это Самая Большая Комната Жилая Печь Уже Разобрали Печь Стояла Здесь Вот Выходная Так Печь Никола Печь Здесь И печь Здесь Стояла Так Ты там Еще Где-то Видела Там Интересное А там Чего Интересного Я увидела Синяя Красивая Синяя Красивая Вот Тут Вон Здесь Предметы Уже Быта Быта Который Не Использует Опа Вот Смотрите Еще Одна Целая Чего Чего там ими делали ручные ковры все понятно вот старинный чемоданчик деревянный ну этот с такими чемоданчиками ребят уходили на войну кстати смотрите там походу елочные игрушки какие-то были да ухты ухты надеюсь целый хоть одна будет себе на память есть есть я вижу снегурка не только вот они вот они шишечки вот это на игрушки советского времени да это советское время вот они еще есть вот целые игрушки а вот на это это нету только вот и снегурка жалко а самая старая наверное вот это вот игрушка я помню помню ребята 80 90 года мы с мамой тогда еще с папой украшали а я помню одну игрушку стеклянная это был я и училась в первом классе это было какой-то 87 год игрушка была вот наподобие такой вот наподобие такой было но только она была этот снегурку это серебристая она была а это мне кажется на китайскую игрушку это или чё-то такое не тут наш это наши это как типа холоп холопа при царях а это фон в кафтане это все а у меня такая же матчика вот там первую игрушка что весь шла в семь лет она была это серебристая но такая же вот почти ладно пойдем пойдем может может еще чем-то найдется интересненькое видео россия 323 пластинки слушали пойдем дальше кстати вот такие вещи тоже в советское время делали да интересная такая богатырь мочит крестоносца это походе александр невский ледовое побоище такая вот красивая зачетная покажи в окошко вот ребят колыбелька во время войны такие были колыбельки ага ясно ладно хорошо спасибо в общем пробежались мы по домам все дома здесь в плачевном виде опа на смотрите ямки ничего себе здесь кто-то ходит что ли вот ямка вот тоже была ямка вон ямка были ребят здесь ходили приборами я думал здесь мы единственные ладно если чего интересное будет еще обязательно закажем покажем расскажем и объясним и так ребят еще один домик но он настолько плачев что не знаю местные жители говорят что это один из самых древних домов которые здесь был и вот нас отправили очень красивый был дом вот такие от фресочки деревянные начала нас тут тоже плачевный вечер разрушена потолок упал новые доски сняты до красного угла нету пироженка вкусная была вкусная он до сих пор видно на лице твоя пироженка на лице где лица у тебя все уже сейчас уже сейчас не знаю давай посмотрим нет это это простая нержавейка да вот надпись имеется нэш нерж нержавейка когда вот здесь он ребят осталась часть от древней кровати смотрите это ручная работа по-видимому в этом доме свое время жили богато буржуи да Вон какие вещи здесь красивые, ажурные были. Что говорят, ты говоришь, здесь буржуи жили? Да, так говорят. Так говорят? Вот пальцов даже осталось какой-то. Только вот ровно. Вообще не стоит. Тряпки вообще не стоит, вообще трогайся. Оно российское, оно здесь. Так, там у нас подпол. Как обычно, во всех домах местного значения имеется подпол. Печка интересной формы. Смотрите, сквозной. И здесь не кирпич. А вот какая-то, знаете, субстанция такая. Синяя глина, что ли? Да. Ничего себе. Не синяя, зеленая. Зеленая? Зеленая глина. Видите, какие кирпичи здесь. Зеленая глина. Зеленая глина. Это, наверное, глина местного разлива, да? Да. Ясненько. Ну что, смогли-то и построить, наверное. Чтоб было, да? Да. Ну и если они богато, если бы богато жили бы, они бы кирпичи, кирпичи бы они закупали. Ладно, выходим. Выходим. Наня, рассказывай, чей дом. Бабушка с дедушкой жили? Почему закрыт и открыт? Надо с той стороны открыть. С той стороны закрыт. А может просто так вот повернуть вороток? Здесь пустенько. Здесь пустенько. Пустенько здесь. Ох. А еще здесь жиль бедная. Вот этот прям красота. Комод. Ножки древние. Комод стоял бы здесь. А икона вон есть до сих пор. Фонарика нет. И нам папка есть. Да? Да. Фонарика нету? Блин, я все забыто. Сейчас, подожди. Я сейчас посвечу. Мама, у тебя уже зарядки нет. Мне хватит сейчас. Ну они обычные, да. Посмотрите, что у нас есть. Где? За иконами. Так, вот обычно кладут. А вон что-то есть. Ну там икона, да, советская. Советская? Угу. Антиквар тебе. Ох, х**ка тут. Так, не материмся в эфире, дамы. Извиняюсь. Ну вот это улыбка тоже, что вы знаете. Угу. Да, у меня там по спине кто-то ползет. Так, около липчика. Ну пошло. Около липчика ползет кто-то по спине. Да блин, ну кто-то ползает. Ну что там? Там только клещ может. А может ухлоска. А это все равно ручной поделки. А интересно, а кто дом вообще, кто разбирал в домке через 2-8 минут? Да это уже, наверное, мародерство. Кто-то заходит и... Кому не лень? Да. А кто тут сидит? Это что? Ну нет, нет, вот смотри. Например, кому-то что-то надо бы... Дом целый, но пустой. Он ползет до меня по спине. Нееет. Субтитры сделал DimaTorzok